Девушки отдыхают Которую нужно завоевывать И Анастасия, которая привыкла брать от жизни все А жених у нас Андрей Давайте знакомиться Здравствуйте, я пришел на этот проект Для того, чтобы найти девушку своей мечты И соединить с ней свою судьбу Это Александр и Кристина Андрей, 31 год С первой возлюбленной расстался Когда та стала настаивать на свадьбе Со второй отношения не сложились Потому что избранница уже была замужем Менеджер по продажам в крупной компании Ради удовольствия работает моделью Снимается в рекламе и в кино Мечтает эмигрировать в Европу Предупреждает у него импульсивный взрывной характер Не терпит, когда хлопают Дверцы холодильника и оставляют Грязную посуду Его никогда не заинтересуют вульгарные женщины Которые не умеют пить и носить Брендовые вещи Его избранницей может стать скромная, статная С высшим образованием девушка И с хорошей семьей Эти глазки, эти голубые глазки Помним, помним Ну что, пришли второй раз Зачем? Хотелось бы выбрать настоящую девушку Которую уже соединю свою судьбу И буду долгое время Ну видишь, он уже готов к семье Я тоже готова Ну вот 31 год Шикарный возраст для мужчины Вы состоялись Выглядите одеты с иголочки Но не поверишь, чтобы девчонки Штабелями не складывались при виде вас А вот я хочу к вашим сватам обратиться В чем проблема-то, Андрей? Почему он один? И так уж ли ему нужна Вот та самая половина, о которой он говорит? Нужна ему половина Нужна ему семья Нужны ему спокойствия А что, беспокойный? Нет, спокойный, очень спокойный Он весь в работе И поэтому ему нужно немножечко переключиться Уже пора переключиться Давайте я вот к подружке Кристин Вы давно знаете, нет? Я знаю его около двух лет И я могу сказать, что он очень требовательный, хозяйственный И мне кажется, вот тяжело найти девушку Которая вот действительно и работала И была хозяйкой И была хорошо воспитана И поддерживала мужчину Ты актерской своей карьерой занимаешься И хозяйственную Я буду ждать его Готовить вкусный ужин А подружки нет одинокой, которая бы соответствовала всем этим требованиям? Я знаю Андрея как друг Сколько вам лет? Мне 18 18, но вы еще ничего не соображаете Интересно, где 16-летние Кристины знакомятся? 18 Нет, ей сейчас 18, но знакомы-то они 2 года, тогда было 16 Вот где в 16 лет можно познакомиться с мужчиной под 30? Очень просто, в магазине И сразу сдружились, мгновенно Представали что ли в магазине? Нет, нет Я была со своей мамой, скажем так Он держал в руках цветок и спросил Не поможем ли мы ему выбрать вазочку для цветка Клеился, клеился Так романтично А со мной не разбирался в цветах, но не взял вид Мало ли у кого мы спрашиваем, как пройти к летнему саду Дело же не в этом Вы же потом продолжили отношения Вот через 2 года сидит рядом с вами И почему она сидит, молодая девочка? В близких подружках Мы часто снимаемся в каких-то рекламных роликах вместе Вот это другое дело А что вы мне про магазины как? Они вместе, потому что вместе он должен быть совершенно с другой женщиной Я, кстати, вот Лариса так в тот раз и не поняла Все отнекивался по поводу того, что у него там за душой есть Сейчас хоть расскажите, что Потому что у нас был вопрос про метраж квартиры Я его и сегодня не скажу Роза, это не столь важно, сколько квадратных метров Как-то не важно Андрей, это правильно А что это вы будете сейчас всему миру? Нет, он-то хочет такую, он какую Есть, говорит, квартиру Ну, какую-то такую Ну, чтобы холодильник за собой закрывал, а не хлопало дверцами Чтобы не разбрасывало там, не знаю, по люстрам свое нижнее белье Ладно, да посмотри И посуду, чтобы не копило в раковине Ложечки ровно складывалось Да, ложечки ровно Я не люблю, допустим, грязь на столе, где-то еще что-то Если в доме все по порядку, значит, все так и должно быть Все на своих местах Чтобы там у меня не валялись ключи нигде Скажите, ну вот все равно вы такой прекрасный И у вас было три вот таких ярких романа Почему ни один из них не закончился свадьбе? Давайте вот прям быстрее Очень просто, Лариса, душа не лежала к определенной девушке Бывает такое, что все в ней есть, но душа не лежит Меня очень развеселила история про эту замужнюю барышню в прошлый раз И сегодня, дайте ее быстренько напомню Вот у вас был роман с женщиной, которая была замужем Нет, ну может, конечно, она рассчитывала, что она разведется и будет с ним И вот она вам говорила, что она с мужем как брат с сестра Ну мы все так говорим И вы верили, дурачочек Лариса, дело в том, что мы с ней встречались не столько серьезно А даже каких-то отношений Как для здоровья? Нет, там просто не такой большой был период для того, чтобы мы могли понять друг друга и как-то более узнать Ну я же говорю для здоровья-то Пусть будет по-вашему, но мы встречались где-то от полугода до года И она не говорила, что уйдет от мужа? Первые полгода У нее потом было очень интересное объяснение, почему все-таки она... Он был болен? Нет, нет, другое дело Что она уже однажды мужу объявила, что уйдет к возлюбленному А возлюбленный возьми, да от нее откажись И она вернулась к мужу И она не хотела повторения Что вдруг бы Андрюш тоже бы ее выдернул, бы не женился Хорошая девушка Если вообще женщина ушла от мужа к другому мужчине Как она уже может быть хорошей вообще? То есть стоит ожидать, что она... Пыталась и угроза, и гулящий, наверное Девушка хотела гарантии для того, чтобы если она расставалась с мужем, она уже знала, что... А вы еще же не могли дать такие гарантии? За этот короткий период мы еще не смогли так быстро как-то определиться с дальнейшими нашими планами А сколько, Андрей, нужно времени, чтобы вы определились? С каждым человеком по-разному Два человека просто должны подходить друг к другу И им комфортно и в работе, и в отдыхе, и в быту, и во всех сферах Но то, о чем вы говорите, это определенный набор качеств Давай так, вот прямо сейчас Девушка не должна быть простой Она не должна быть простой Она должна быть из хорошей семьи, хорошо образована, статусная, правильно? Вы откуда приехали в Москву? Я родился в городе Твери Ну, это, считаю, москвич У меня есть знакомый в Твери Может, у нас даже вообще знакомый есть Но вот те девушки, про которых ты говоришь, Андрей-то вот не дотягивает Понимаешь, то, что произошло на той программе Да, он красивый, но он же из простых А девушки со статусом, при всей внешности, она таких мужчин имеет Да плюс они и сами статусные Может, нам как-то вот А что вы подразумеваете под словом статус? Статусные? Объясните мне, пожалуйста Статусные имеется в виду Ну, во-первых, как вот Лариса любит говорить Родилась золотой ложкой Родители обеспеченные С хорошим образованием А я вас перебью сразу Андрей сам себе все заработал Я думаю, я что, не смогу себе добиться успеха Или заработать этих денег? Смотри, два высших образования И что? У Андрея, воспитанный, купил квартиру в Москве 31-то год Вторую собирается купить Не говорит Вот не говорит Сколько квадратных? Может, там будка вообще? Или, как ты говоришь, коробка спать Приезжайте в гости, я вам покажу Да по нему сразу видно, что нормальный здоровый организм у него Ну да, у вас голова все в порядке И адекватно рассуждается Андрюшенька, я вам хочу сказать Вы как такое хорошее вино Молодое, игристое И вас оценить может только Женщина действительно статусная Но взрослая, очень взрослая Ну ему будет скучно со взрослой женщиной Мне кажется, она будет его угнетать Вы прагматичный Многим это нравится Женщинам, которые уже не страдали С которой в возрасте Вы такой аккуратист Занудноватый Но это тоже на любую Вот я, например, конченая зануда Мы бы с вами сошлись Есть девчонки Я думаю, что... Не дарите себя кому не попадя, Андрюш Будет вот на вашем пути Ты поддерживаешь в Андрея нарциссизм Да И снобизм, это неплохо А что? А также самолюбие У нас вот таких вот совершенств мало на земле Поэтому завоевывайте нас, завоевывайте А можно мы с вами посидим тут рядом в программе, да? Друзья мои, на что обратить внимание сегодняшним девчонкам? Какой он хороший Он и друг хороший И человек хороший Он ответственный А подводные камни? Он правильный Сейчас очень мало правильных людей Вот я могу сказать, что он правильный Подводные камни Я считаю, что... Работа Подводные камни Сейчас у всех в Москве так Нужно работать Правильно Очень хорошо Нужно тебя поддерживать Мне кажется, ты не разочарована? Отличный мужчина Нет, мне кажется, он немножко испуган А ведали, как говорится, и худше Поэтому чего? Сегодня будет только приятная программа для выбора Уж то, что с невестой идет, это я нисколько не сомневаюсь Осталось только просто посмотреть, чтобы глаз загорелся Это будет просто Все про вас сегодня говорили правильно И ваши друзья, и Лариса, и достоинства на лицо Но и все сложности, о которых говорилось, тоже есть И налет эгоцентризма небольшой И излишняя уверенность в к себе Небольшой Если это твой мужчина Если захочется, то это будет Девы иногда не видят в другом человеке личность Потому что мир для девы рассыпается на мелкие детали И очень сложно воспринять в целом Дева вообще специалист по конкретным вещам По конкретным формам А абстрактно воспринимается с трудом Вот я думаю, что сегодня наша программа вам поможет в деталях определиться чуть больше Вам нужна девушка тонкая, душевная, достаточно простая, без пафоса Но при этом та, которая сможет ваш имидж поддержать Вот тебе надо, наоборот, прийти, вот как солнышко Зайти, улыбнуться, чтобы он расслабился и понял, что вот она Я постараюсь Я хочу получить знакомство с первой невестой АПЛОДИСМЕНТЫ Привет, Андрей Меня зовут Натали Надеюсь, что наша встреча будет интересной Рада буду с тобой пообщаться, познакомиться поближе Взаимно, очень приятно будет У меня какой-то образ Мирлен Монро Неудавшийся Ну, улыбчивая такая Здравствуйте Какая вы вся, прям хорошенькая Прямо прелесть Спасибо С кем вы? Это моя подруга Людмила Очень приятно Дай с нас посмотрим АПЛОДИСМЕНТЫ Наталья, 27 лет Владелица небольшого бизнеса Мечтает открыть магазин модной одежды Гордится тем, что может многое простить мужчине Предупреждает, что идеальный мужчина ей не нужен У избранника должен быть какой-то изъян Наталья 4 года безумно любила человека, который этого не стоил Надеется, что Андрей поможет ей вылечить ее душевные раны АПЛОДИСМЕНТЫ Первый раз встречаясь с человеком, который хочет партнера себе с изъяном Так прямо и говорит А вот тот, который вас терзал Какие у него были изъяны? Вот история ваша Пил Ну он просто был такой идиот А за что же вы, милая, его любили? Не знаю, он был... Мне казалось, что он прекрасен на тот момент Наташенька, ну смотрите Просто вспоминает эту историю как бы Ничего, плачьте И раз плачьте, значит вы живой человек Ой, она плакать начинает Наташа, смотрите И выгонял вас в одних трусах из дома И пил Я уже дальше не буду рассказывать, что у него и ребенок был И... Ну вот давайте по порядку Ну да Скажите, вот он вам мотал-мотал нервы А потом выяснилось, что у него дочка Да, через несколько месяцев выяснилось, что у него дочка Он понял, что я с насторожением уже смотрю Но все равно тянет к человеку Потому что... А вы жили вместе, да? Да Ну как-то быстро все это случилось Как долго длились ваши отношения? Закрутилось 4 года Вот И через несколько месяцев он мне сказал Готова ли ты познакомиться с моей дочерью? Потому что... А он вдовец был или... Нет, та мама такая же плохая, как папа, скажем Да, ну по пристрастиям Вот И увидев ребенка, естественно, я как любая женщина захотелось А сколько ребеночка? На тот момент ей было 7 лет Очень рано он родил ребенка Вот И она стала бывать у нас по выходным То есть как-то это... Я думала, что это нас сблизит, что... Когда он увидит, какая вы прекрасная женщина Какой вы душевный, теплый человек Как вы заменили мать его ребенку Он это оценит? Ну, по крайней мере, попытаюсь это сделать По-моему, его напрягают рассказы про детей И все эти взаимоотношения Вот расскажите о его безумной любви к маме Знаете, да Неоднократно были... Но вы его за это любили? Очень любила За то, что он так любил свою маму Женщины очень часто не могут объяснить, за что они любят мужчину Бьет, пьет Но она сама, на самом деле, женщина очень властная То есть мама Была такая ситуация Причем, опять же, где-то через год нашего общения Мы сидели, обедали с ребенком за общим столом Я, он, ну и дочка Его, кстати, тоже зовут Натали И позвонила мама Сказала, ой, дорогой, там, мне надо крылечко Денежки приготовь Вот И он говорит, мамуль, ты знаешь А вот у меня сейчас рядом сидит Натали И она просит новую машину Я, то есть, была как бы в шоке А он был зажиточный, да, судя по всему? Да богатый был Нет, не зажиточный Вы знаете, все время пытался столкнуть нас с родственниками И вот, скажем, как-то, я не знаю Вот лбами Вот все в нем плохо Вот даже это Хорошо, надо было крылечко или машина вам? Вы знаете, и крылечко, и автомобиль Ой, молодец какой Молодец, значит, на все хватает Боже Ну, то есть, это, знаете, наверное, для него какое-то было развлечение То есть он сталкивал лбами, но он делал все для всех Молодец Натали, а потом он все равно пил, пил, пил Так, что вы даже стали отдельно спать уже Да Руки распускал, не уважал, лбом сроднилась, сталкивался со всеми И даже еще и не спал с вами Тогда что в нем было? Меня заколдовали Вот какая-то колдовская любовь Не, ну вот была какая-то мистика Была эта мистика Как избавились, Наташечка Как мило избавилась Ой, вы знаете, в один момент поняла, что я хочу детей Если не будет детей, отношения не нужны А откуда им взяться? А он маме-то зачем про ваш секс рассказывал? Там, на самом деле, два брата И мама их воспитывала одна И мама знает все Ну, как бы, практически в подробностях Что, как Это не мужчина Это овощ Он привык делиться всем с мамой То есть, ну и что такого? А мама такая была придурочная извращенка Потому что, может быть, близость с сыном, со взрослым Какая угодно Но вот рассказывать, что сегодня у него поза ложечки Понимаешь? Или пегас Все-таки не стоит Правда? Да, мне бы напрягло бы вообще такое отношение Какие-то уже... Как в американских триллерах Давайте так Все прошлое забыли? Да Больше никогда слезы по прошлому не льем Согласна Отлюбили идиота Теперь в противовес Нужно вот полюбить и бороться И очаровывать И произвести впечатление на Андрюшу У вас очень красивый бизнес на МАЗИ Андрею тоже очень нравится брендовая одежда Может быть, вы совместите Откроете вместе Возможно Я буду к вам приходить Буду брать у вас бесплатно одежду И раскручу ваш магазин Хорошо Наташечка, я бы посмотрела на сюрприз Хорошо Сюрприз девочки Давайте посмотрим Я очень хочу детей И хочу, чтобы ты сейчас Попробовала разделить Все тяготы и радости Этого интересного положения Вот Пожалуйста Ну не знаю Можно, да? Я тебе помогу Значит Ты вот так Вот это одной рукой держи Какой чудесный сюрприз Ой-ой-ой-ой Как тебе? Ну тяжелый, если честно Подожди, да Держи одной рукой Держи И мы таки пошли гулять Но заметьте Он даже с животом Выглядит очень ничего Конечно Андрей, а вы можете наклониться? Еще? Комфортно? Наташа, извините, пожалуйста А к чему этот тест? На Западе это очень распространено Вот чтобы протестировать мужчину Чтобы вот прямо на первом свидании Вот когда ты хочешь произвести на мужчину впечатление Это другой вопрос Ты делаешь из него идиота Вот такого Мнешь ему прелестные, дорогие брючки В районе щиколотки Да? Ну я смешно Хотя бы не плачет Снимайте кандалы Пожалуйста, Андрюшенька Наташа, вы с подружкой Проходите в свою комнату А мы будем сплетничать Про вас Ой Ой, Наталья, мне кажется, ты молодец Очень искренне Очень откровенно Ну что вы скажете, друзья мои? Я хочу сначала к товарищам вашим Ну, мне, как показалось, подарок вот для данного момента совершенно неуместен Потому что это действительно как бы первое знакомство и вот так вот и все это можно в качестве игры сделать, когда вы знакомы уже, но никак не на первой встрече Мне кажется, очень оригинально Ну, получился такой сюрприз подарок, это же не страшно Мне кажется, что она к новой жизни еще пришла Мне кажется, что ее держат старые Абсолютно точно Это все неправда Он во мне нуждался Еще неизвестно, кто за кого держится и кто продолжает это делать Вот именно За эти отношения У всех есть водные камни Там не сходят с конца с конца Я сделала вывод, что ее держали деньги исключительно Хотя я никогда это не обсуждаю Потому что когда идиот, садист, алкоголик не уважал ее, вытирал об нее ноги Не спал с ней Ну тогда меня, простите, тогда проблемы такие в Наталье, что даже не стоит обсуждать это Ну почему же не стоит? Да, согласна, что деньги держали, ну что? Значит, умеет их, собственно говоря, находить и прибирать А что здесь плохого? Вот Наталья из тех, кто знает себе цену Очень огненный гороскоп, много огня И она, ее интересы были в тот момент быть этим мужчиной И она готова была на все И вот сейчас эти слезы, это не столько страдания по ушедшей любви, сколько страдания по нереализованному желанию А как не хочется быть простой? Она не пришла и не сказала, Наташа, потупив взор Натали, вот все в деталях Она, поверьте мне, ощущала, что она неправильно поступает, что она себя не ценит Но, тем не менее, денежный интерес был важнее, очевидно Очень о многом говорили Давай поженимся теперь в вашем мобильном Наберите 0736 Роза и Василиса дадут вам совет днем и ночью Вторая невеста готовится к свиданию с нашим женихом А пока реклама, оставайтесь с нами В эфире «Давай поженимся» у нас в студии Андрей Идите и знакомьтесь со второй невестой Здравствуйте! Меня зовут Катерина Мне было очень приятно услышать немного о тебе Знаешь, в моем доме все по полочкам и все в полном порядке Я очень рад, прекрасно Женщина должна быть интересна не только внешне Молоденькая девочка совсем С кем вы? Я пришла со своими друзьями Это Евгения, моя лучшая подруга И Давид Очень приятно, давайте на нас посмотрим Екатерина, 19 лет Студентка Подрабатывает моделью Гордится красотой и правильным приданным Обещает мужчине вкусно готовить, содержать дом в чистоте И не устраивать скандалом Предупреждает, что ее мужчина должен завоевывать Катю всю жизнь Прекратила отношения с молодым человеком, который изводил ее ревностью Надеется, что Андрей не будет держать ее на коротком поводке Вы рано, да, начали отношения с молодыми людьми? Ну, у меня моя первая любовь Это вот мой... 15 лет? Да, бывший молодой человек Расскажите Ну, на самом деле не очень приятная история Ну, что делать, все через это проходим Иначе мы не формируемся Мы встретились, познакомились Очень интересно, приятно Молодой человек Все замечательно было Да, мне было 15 Я такой, ну, наивный ребенок А ему сколько? А ему было тогда 19 Ты знаешь, она такая Джульетта Вот Джульетта Кстати, да Он, поначалу он просто относился ко мне вот как к ребенку Он охранял меня там, давал советы Как поступать, как не поступать Учил меня чему-то, ну, что знал сам Вы его любили, он вас любил И как дальше развиваешься на фирме? Ну, дело в том, что я занимаюсь, да, модельным Я очень увлекающаяся натурой То есть у меня в основном это творчество Я люблю и театр, и кино Я люблю ходить туда А вы из какого-то... Откуда? В Ростов-на-Дону Сама в Ростове Да, я родилась в Ростове-на-Дону И начала учиться, первый университет, все И как бы жила, получается, на два города И работала и в Ростове, и в Москве Соответственно, ему было очень тяжело воспринимать мои отъезды Там еще что-то, ну, как бы Он почему-то думал, что я еду туда гулять То есть я не давала поводов для того, чтобы он так думал Но... Ну, ревновал, потому что вы хотели, чтобы вы были рядом И вот, когда вы стали ездить, у парня появились претензии к вам Да, появились претензии И вы бы сказали, не для тебя цвету, дурак Нет, я на самом деле всегда старалась, ну, как конфликтолог Я достаточно бесконфликтный человек Я стараюсь всегда обойти все острые углы У нас был такой предмет конфликтология Ты считаю, ты уже тут сможешь вступить с ней в дискуссию Я старалась сначала объяснить, что, почему, как я, как Почему я так выступаю Что у меня родители в Ростове, да То есть я и чаще вижу их И для меня, как бы, моя семья Ой, какая зануда Просто готовилась к программе, учила текст, Лариса А ты сейчас разбиваешься Нет, на самом деле я такой человек всегда Я пытаюсь выяснить, вот вообще все по полочкам разложить Ой, значит, Андрюшке подойдете, потому что он сам такой же Зачем мне ему еще страшно? Как она, она вообще уже превратится с бабулей по рассуждению Мама всему научила А у нас так приданная там капула Да, да, готовая, замечательно Готовите все хозяйственное Лариса, у нее приданная Поподробнее Пакет акций у вас, да? Да Одного торгово-промышленного предприятия Да, это в Ростове Значит, набор текстиля для дома Да, делаю прелесть Это кухонная утварь Сервизов там Какая прелесть Отлично, да То есть она к нему в квартиру Какая интересная С коробками кухонная утварь Укомплектована Вот прям пись на душе моей А квартира? Или это в квартиры не входит приданная? Не, ну там есть квартира-то Нет, а вообще это входит в приданную? Можно дочке? Конечно, конечно А с чем тогда придет? Ну, знаете как? Восняк Знаешь как? Там очень четко, и это правильно Значит, жить мы будем вашей А наша для детей И будет называться девичья Ой, какая умница Катюш, а вам нравится Андрей? Я знаю, что вы приехали специально из Ростова бороться за... Да, я приехала специально И на самом деле я не пожалела Потому что и внешне, и внутренне... Спокойной, как вы посмотрите Да, я почувствовала все-таки мужскую силу Как бы Андрюшку бы не увидела у нас Специально, специально приехала Чем увлекаетесь в 19 лет? Что вам нравится? Ну, я изучаю вот кухни национальные Разные То есть, ну, я люблю, правда, готовить Женщина-женщина такая Вот, но при этом я не отпускаю своего Потому что я горжусь все-таки своей внешностью Спасибо моим родителям, что они меня таким наградили Вот, богатством моим Вот, и я работаю моделью И вокалом занимаюсь А-а-а, то есть бредите сцены В Москву для этого, небось, приехали? Нет, абсолютно не для этого Ну ладно, здесь он петь будет в колыбели вон А колыбель, ну, на один куплетик Вот сейчас, акапелла Ай, акапелла Ну, моя любимая, мне мама и пела Горница моей светло Это от ночной звезды Матушка возьмет ведро Молча принесет воды А вы одна дочка или есть еще брат? Да, я единственная дочка в семье В меня вложили всю любовь, все тепло и все добро Ну и хорошо, и покажите сюрприз АПЛОДИСМЕНТЫ Но с день и часом нам не укажут на любовь Все время назад мы поменяем пальца И только ты Мы в мыслях и в мечтах Мы в разных городах О, а подружка тоже поет Ну, конечно, поддерживая Спасибо, девочки Спасибо, проходите Кристина Александр, впечатление Прекрасная, юная девушка Юная девушка Моя ровесница Очень красивая девочка У них были бы замечательные дети Но нужно ей такой юной замужества Потому что я готова Да, она такая Друзья мои, я могу вас оставить на несколько минут, хорошо? АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ А я к вам, если позволите Конечно Спасибо Катька, вот что я вам хочу сказать Вы очень симпатичные Вы молоденькая Я хочу, чтобы вы росли в профессиональном, да? Так сказать, в плане Все у вас хорошо Но у вас Вот такое провинциальное кокетство Которое Ну, вам вредит Вам это не нужно Понимаете Вот чем отличаются девочки из деревни Даже очень красиво От детей королевских Царских особ Ну, тем, что они сдержанные более Дело не в этом Я не хочу никого играть Просто я такая, такая я есть Нет, нет, послушайте Вам не хватает простоты Потому что Пока вы сидели Вот такая юная, хорошенькая Сто баллов Как только вы перекривлялись Вы сами себе вредите Это я от чистого сердца Хочу вам Ты еще с возрастом пройдешь Да, нет, не с возрастом Хорошо Спасибо Вам спасибо 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 Не получилось Да, не получилось Впечатление испортила она Еще больше Она не по возрасту Ведет себя пошло Вот что я хочу сказать При такой-то внешности Боже мой Ничего плохого не вижу Гороскоп Екатерина Не обещает богатую Бурную личную жизнь Поэтому я, конечно, не советовала бы Ей спешить выходить именно замуж Это та девушка Которая должна еще узнать мужчина Поэтому просто не о чем еще С ней говорить, Лариса Ну, потому что не было еще важных На сцену она хочет Совсем скоро Жениху предстоит Третье свидание После рекламы Смотри на продолжение Оставайтесь с нами Вы смотрите Давай поженимся Я предлагаю Андрею Встретимся 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 Если проходите Я вообще не особо люблю Блондинок И таких, которые выставляют Это на показ Прямо очень сильно Здравствуйте, Анастасия Вы с кем? Я с моими любимыми подругами Дана и Терри Очень приятно Давайте на вас посмотрим Анастасия 22 года Работала помощником депутата Сейчас репетитор Французского языка Гордится хорошим образованием В будущем Видит себя актрисой Много времени проводит В салонах красоты И в магазинах Предупреждает У нее много друзей Мужчин Анастасия отбила Парня у лучшей подруги А потом его бросила Надеется, что с Андреем У них все получится Какая коварная Коварная Отбила Потом еще и бросила Не у вас случайно? Нет, девчонки? Нет А вдруг вы влюбитесь А у вас нафиг-то быстренько Доверие есть к человеку Тогда расскажите Это история Университетская любовь Я была молодая 18 лет Полюбила мальчика Сначала дружили Вот как раз он был Другом моей подруги Они расстались И я решила тоже попробовать С ним Завязать отношения Но он нравился, наверное, раньше Еще когда у них были Нет, мы дружили Я даже вообще не воспринимала Ну и хорошо Так все получилось В вашу пользу А почему бросили его? Потому что он был очень ревнивый И ревновал меня Мне это не нравилось У вас очень интересная внешность Вы кто по национальности? Русская Чисто русская У меня у папы разрез глаз такой Причем, ты знаешь Ей нужно быть брюнеткой Ты думаешь? Да Кстати, да Да? А вы курите? Почему голос такой низкий? Голос всегда такой был Вот с детства меня путали с папой Звонят домой Говорят Паша, привет И очень на этот тембр голоса Ложится французский Хорошо А поете, нет? Нет, не пою Ну немножко Я говорю по-французски Ну я уже это поняла Я говорю по-французски А вот представьте на этот голос такой с хрипотцой Я занимаюсь актерским мастерством И это мне помогает И что, прям вот ходите Планирую Второй бывший актер У меня родители из кино А чем занимаются родители? Папа на мосфильме работает Мама уже домохозяйка Но тоже там работала Так, а Андрюша-то оживился? Да, да, да Хотелось бы спросить вообще Какого она ищет, мужчину? А потом я уже задам ей какие-то вопросы Мужчину, который старше меня Потому что я очень хрупкая сама по себе И ведомая И мне нужно, чтобы мужчина меня ввел за собой Что-то показывал новое, интересное Я все впитываю, как губка, наверное Вот у вас же был вот этот взрослый парень Артист Расскажите о нем Это мои вторые отношения Встречались мы с ним полгода Потом я узнала, что у него есть дочка И гражданская жена Но на этом наши отношения сразу закончились Ой, послушайте, ну там пацан-то какой Интересный-то Ты, наверное, не смотришь такие Это же универ, там Кузин, да? Анастасия, знаете, хочу вас спросить Эх, шикарный пацан! Он не хотел, чтобы я шла на это Как дебилы там играет, но так оригинально Мы с ним расстались Мы с ним дружим сейчас И вот именно из-за этого И он сказал, действительно, есть жена, ребенок? Ну нет, жена, гражданская жена, да Ну какая разница, если вместе воспитывают ребенка, значит? С ребенком он мало виделся Я ему начала говорить, что нужно заниматься детьми Работа, работай, но будь добр Раз уж так получилось А вам такое дело Поэтому я и до свидания Молодец А что, мне нужны свои У меня личная прошлая твоя жизнь Она, конечно, была и прошла Это очень все хорошо Мне бы хотелось узнать Только хорошие про нее Мне бы хотелось, чтобы моя девушка находилась В одном городе со мной Ну, можно, конечно, выезжать Вы же хотите в Европу переезжать Я тоже хочу жить в Париж Я же буду французский Нет, это не помешает карьере и личной жизни Вот это вот очень важно Потому что личная жизнь личная А карьера это... Андрей, ну вы же тоже... Ну, просто девушка должна чем-то заниматься Вы же тоже хотите актерскую карьеру Это только хобби, Лариса Только хобби? Нет, как... Не будете делать ставку, нет? Я думаю, что нет Или уже поздно Либо это нужно... Ну, смотрите, Анастасия 22 года В 22 года Либо ты уже артистка Либо уже никогда Потому что... Ну, мне кажется, вы тоже хотите... В 25 выстреливают актеры Я тоже думаю, вы хотите получить скорее для... Для своего какого-то... Для себя, да? Второе таборство Для общего развития Но не будете же прямо вот уперты Карьеру свою строить Знаете, если получится, то почему бы и нет? Потому что все-таки родители из кино Нет, дело не в этом Потому что родители из кино Настя, если бы вы чувствовали в себе Вот это актерское дарование И мечтали бы с детства стать артисткой Вы бы поступали в 17 лет Согласна Вы бы поступали каждый год У вас бы ничего больше другого не было В жизни Настя, а что у тебя есть, то От чего бы ты никогда не смогла отказаться? Ой, я знаю Я знаю Можно скажу? Вот была у нас такая история В первых отношениях Настенька просила подарок от Тиффани А что подарил-то? Сваровский Подарил Сваровский Во А от Тиффани что хотели? А мы-то потянем? Браслетик какой-нибудь хотя бы Ну такой простенький, да? Девочка с запросами Больше всего мужчина дарит подарки тогда, когда его не просят Он подарит 10 раз больше От вас дождешься Ага Дождешься Да-да-да-да Рак на горе свистнет Тогда дождешься Главное не подарок Главное внимание Да Можно дарить, например, красивые картонные коробочки Андрей, чем понравился? Почему пришли с него бороться? У меня всегда были пландины Что-то я так А тут высокий, красивый, статный брюнет Ну а что, на невест 22 года выбирай Вы строптивая? С вами легко договориться? Или на своем будете наставить? Я всегда говорю все прямо в лицо То есть правду матку, так сказать, режу А зачем? Спокойно, я не конфликтурую А зачем? Вы что, плохо воспитанная девушка? Зачем правду матку в лицо? Ну лучше правду, чем... Нет, это грубое, это по-плебейски Зачем? Это раньше на апартсобрании говорили Ну что, Петрович, я тебе хочу сказать? Паразит ты! Там, вот зачем? Ну интеллигентные люди Да, интеллигентные люди Вот эту самую правду держат при себе Да ладно, ну что, она вот такая А у нас есть в нашем женихе какой-нибудь недостаток? Потому что мы бы прямо хотели подкорректировать Ему правду сказать Мне очень хотелось бы, чтобы мне указали На какие-то плохие качества На которые мне можно было бы стремиться Ну вот тут прям друзья веселые Друг веселый сидит Значит, веселая компания А вот часы дорогие у него? Честно, не могу так определить Я не думаю, что вы заточены на богатого, да? Вообще не как бы Все есть Вместе с людьми Позволить любить Просто любить парня Достойного парня Могу, хочу и готова В 22 года замуж уже готова Готова А скажите, а вот то, что у Андрея такой педант Мне раздражает? А в чем педант? В том, что... Ну лучше все было в порядке На самом деле у меня очень сложный характер Нет, здесь смысл в том, что Я люблю порядок Я, например, человек больше домашний, например Чем, нежели какой-то клубный Мне больше нравится, когда Девушка скромна Это ее первое достоинство То есть, когда Девушка... Ну, я не хочу не сказать про подарки Но когда она уже как-то намекает Я лучше это сделаю от души Нежели меня к этому будут подвозить Ну еще бы... Потом приду и отдельно куплю, чтобы она об этом не знала Хорошо, девчонки любите Настюку? Конечно Классная она Как время проводите? Как зажигаете? Вы знаете, по настроению То есть мы можем и в парк пойти, покушать На ролик, на ролик кататься Каким-то спортом ты занималась раньше? Сноуборд Лыжи Все, тканьки А живете с родителями? Нет Отдельно Ну да Зай квартира Ну, а ты же молодец какая Ну, Клюва Да Молодец А подарок какой приготовили? Нужно подготовиться Поэтому давайте Время Вот такой взрослый мужчина Как вообще? Видите рядом с Настенькой? Конечно Ну, чтобы он направлял Разница Потому что Равизники Все-таки неинтересны Ну, не особо Девчонки, ну, наверное Где с Настей появляетесь Там вокруг вашего стола Начинается движение Из мужчин Да, конечно Представит? А вообще с Настей легко познакомиться, нет? Ну, она человекообщительный И, в принципе, легко Но на роман, наверное Ее не так просто развести, нет? Чем ее не устраивают Вот молодые парни современные? Как думаете? Вы же обсуждаете Вот чем Что ей не нравится в парнях? Тяжело, так сказать Надо просто, чтобы глаз загорелся Потом интересно должно быть В серьезном намерении Хорошо, Настя готова Давайте посмотрим АПЛОДИСМЕНТЫ 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 ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Есть? Давай, давай, забывай. Нет, это что? Это не по мне. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Спасибо, девчонки, спасибо. Настя, с подружками проходите в свою комнату. Скоро узнаете, кого Андрей выбрал. Андрей, вы с нами. О, как супер, девчонки, вам понравилось. Ты молодец, это вообще отлично. Потрясающе. Вот в моем вкусе все в ней нравилось. Танцевать не умеет, колченогая. Но вы же глаз не оторвать, понимаешь? Прелестное. Вот прелестное создание. Сто баллов. Конечно. Спасибо. Ой, как неприятно. Сразу видно, что ты его зацепила. А вам как? Улыбаетесь? Мне она очень понравилась. В ней есть драйв. В ней есть жизнь, она чувствуется. И она может быть тот человек, который может того же Андрея немножко растормошить, если все-таки он выберет ее. Конечно. Он наоборот, глядя на тебя, будет сам двигаться. Я буду его двигаться. Это что вам, жена что, локомотив что ли? Нет, не двигала. Она вот сказала, хочу быть ведомой. Вы цепляете сразу меркантильные вещи, а его в жизнь, понимаете? Кристина, понравилась? Чтобы в лишний раз... Мне понравилась девушка, правда, безусловно. Но я не вижу ее в данный момент замужестью, потому что... А подружки какие удивительные. Мне вообще нравится вот эта университетская дружба. Да? Нет, не нравится Василисе, что-то она так сидит. Нет, я не могу просто выразить свой какой-то явный восторг. Обычная девушка, на мой взгляд... Ах, Василиса. Настенька его не примет, по большому счету. Другое сословие, как говорится, другие... Я знаю, до сих пор еще с подружками, поэтому по поводу каких-то очень серьезных отношений я сильно с университет. А с кем она должна прийти? Она же с мужиками должна прийти. Хорошее образование просто вас туда, в этот, скажем так, в этот круг людей. Будет ли она готова бросить подруг и встречаться уже? Вы просто туда не пустят, в этот круг. Вы не... Ой, я сейчас... Можно я зайду к ней? Я сейчас. Тук-тук-тук. Настя, я к вам. Вот Андрей сомневается. Можете вы бросить... Покажи колечко. Ой, какая прелесть. Можете бросить своих подруг ради прекрасного Андрея? Мы сами назад зайдем. Сами назад? Да, я главный... И он еще сомневается, что готовы ли вы сзадь женой на самом деле, вот сажать ему веру. Я нагулялась. Ну так и я думаю, что нагулялась уже. И будьте прекрасной женой. Спасибо, Лариса. Все, пока. До встречи. Андрюш, не бойтесь вы ничего. Она правда нагулялась. Я в это верю. Будет служить вам веру и правду. Может, не его типа? Чего ты прям так уговариваешь? Сможет ли он тебя удержать? Он испугался. Он растерялся, испугался. Это чистый тип Афродиты. Женщина, которая любит пить жизнь полной чашей, наслаждаться, радоваться, веселиться, даже если она чувствует, что уже нагулялась. Такие женщины действительно любят, в любви раскрываются. Он просто очень боится, что на него такое счастье упадет. И вот что он с ним делает? Но эту женщину нужно удивлять. Дело не в подарках от Тиффани, конечно. Нужно производить впечатление. Ее очень легко зацепить на любопытство. Женщины этого типа любопытны. А вы очень спокойны, достаточно постоянны. В этом ваши достоинства. Но вы не из тех, кто постоянно удивляет и будет фокусы показывать. Поэтому не важно. Совсем скоро состоится судьбоносный выбор. После рекламы мы узнаем, кто из трех героинь покорил сердце Андрея. Оставайтесь с нами. Кристина Александровна, ну сегодня есть из кого выбрать, конечно. Наши редакторы постарались. Девчонки все были красивые, как на подбор. Мне кажется, соответствовали все требованиям Андрея. Но нужно выбрать только одну, поэтому кто? Да, это точно. Было очень много девушек. Они все были красивые, симпатичные, все открытые. Но жалко, что нельзя выбрать всех. Мне кажется, Андрею больше подойдет Наталье, потому что она более зрелый человечек для него. Зрелый, она ему больше подходит. И как-то создаст... Можно создать с ней ячейку семейную какую-то. Ну, мне кажется, он очень интересный. Я бы с ним пообщалась, да. И есть как раз те качества, которые меня цепляют в мужчинах. Мне кажется, ему нужна такая девушка, как Настя. Она сможет построить семью так, чтобы ей никогда не будет скучно. И никогда не будет такой рутинной. И они одновременно смогут дополнять друг друга замечательно. Ты не думаешь, что тебе будет с ним скучно? Ни капельки. Если он зайдет, выйдешь, да? Конечно. Андрей, что вы скажете? Из тех трех девушек невозможно выбрать одну, потому что каждая обладает своими достоинствами. Как правильно подметил Александр, первая девушка, она действительно обладает уже опытом, но не совсем хорошим. Что касаемо третьей и второй девушки, у каждой есть тоже свои плюсы. Очень ярко оказалась Екатерина, очень надежный человек, скажем, оказалась третья девушка Анастасия. Ну, я подумаю и сделаю уже свой выбор. Да, спасибо. Ну, что тут скрывать? Конечно, все мои симпатии в сторону Анастасии. Я уже столько и наговорила. Но для вас она девушка непонятная. Не все могут оценить вот такой бриллиант. Не все. Поэтому вам нужна девушка попроще. Самая простая из всех Екатерина. И она соответствует всем вашим требованиям. Вам будет это все мило. Вам будет казаться, что вот это вот излишнее кокетство, это хорошие манеры. Поэтому я бы даже не задумываясь, к Екатерине на вашей мести шла. Катюш, ну как там? Как тебе жених? Что ты думаешь? Мне понравился. Если она зайдет, я выйду за ним. Любой жених мечтает в качестве жены видеть девушку молодую, красивую, богатую. Я также рекомендую Екатерину. Почему? Потому что я бы еще прибавила плюс ровня. Катя. Астрологически вам среди всех трех девушек должна была больше понравиться Екатерина. Она действительно еще очень юна. Она не зрела в каком-то смысле слова. И, конечно, важные отношения в ее жизни начнутся года только через три. До 2015-го того самого еще много времени. Но сегодня среди трех девушек стоит выбрать именно ее. Ну, выслушайте свое сердце. Оно вам правильное подскажет решение. Проходите, мы вас поддержим. Выражайте симпатию нашим будущим героям. Отправляйте смс их номером по телефону 4 четверки. Кристина, 19 лет, номер 2111. Администратор в гостинице. Занимается эстрадно-джазовым вокалом и хореографией. Считает, что рядом с ней должен быть настоящий мужчина. Сильный, мудрый и ответственный. Способный ее защитить, а порой даже поставить на место. Анна, 24 года, номер 2112. Мастер маникюра в салоне красоты. Обожает домашних животных. После развода все ее питомцы остались жить в Испании. Ищет веселого и умного мужчину, который будет готов перевезти всех ее животных в Москву. Мы не знаем, выйдет Андрея Динали с избранницей. Я приглашаю всех выйти и поддержать его решение. Я сделаю свой выбор, если можно пригласить тебя. Мне приятно, что ты сделаешь этот выбор. Сегодня у нас есть пара Андрей и Екатерина. Если вы тоже хотите обрести свое счастье, заполняйте анкету на сайте Первого канала. Если вам понравился кто-то из участников сегодняшней программы и вы хотите с ним познакомиться, отправляйте смс с именем героя на номер 4-4. Я, Лариса Гузеева, желаю, чтобы любимый человек обязательно сказал вам. Ой, пожалуйста. Встречай со мной, встречайся. Но ты для меня всего лишь тренажер. Ты всего лишь... Я буду свое здоровье с тобой поправлять. Разврат это не количество пост разнообразных, правильно? А он вас развратил бездельем. Посмотрите, умная, красивая, петь надо еще. У нас конь там не кормленный стоит. Ты хочешь узнать на тему неизвращения, если этот парень. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.